Погнали! Здравствуйте! Сегодня на обзоре понижающий преобразователь XL4015. Данный преобразователь крайне функционален и имеет огромное количество применений в разнообразных сферах деятельности человека. А именно везде, где нужно запитать что-то от стабильного постоянного тока определенной величины, или строить новый прибор в штатную систему. Простейший пример это использование 5-ти вольтовых гаджетов в автомобилях или грузовиках с бортовым напряжением 12 или 24 вольта. Как уже было сказано, прибор имеет огромное количество применений, благодаря чему штампуется миллионами тиражами в любом уважающем себя китайском подвале, что положительно сказывается в первую очередь на его цене. Сложно представить себе его себестоимость, учитывая количество и качество деталей, из которых он состоит. Транспортное плечо, значительное количество посредников и конечную стоимость всего в 100-150 рублей. Его предназначение стабилизация тока и или напряжение в заданных границах. Проще говоря, вы можете задать параметры, выше которых ток и или напряжение на выходе преобразователя уже не сможет подняться. Модуль хорошо подходит для зарядки любых литиевых аккумуляторов. Ограничение напряжения не позволит перезарядить аккумулятор, а ограничение тока позволит его заряжать качественно, без лишнего износа. Благодаря данному преобразователю практически из любого источника питания можно сделать хорошую зарядку. Заряд производится классическим методом. Сначала постоянный ток, а потом постоянное напряжение. По характеристикам. Входное напряжение этого блока от 8 до 34 вольт. Выходное напряжение от 1,2 до 32 вольт. Выходной ток от 0 до 5 ампер. Помимо конструктивного ограничения, верхняя граница может быть ограничена напряжением источника питания. То есть, если у вас подключен блок питания 12 вольт, то выше 12 вольт на выходе преобразователя вы не получите ни при каких обстоятельствах. Для этого нужны уже повышающие преобразователи, но это тема для отдельного видео. А вот ток больше, чем может выдать используемый блок питания, с помощью данного преобразователя получить можно. Например, у вас блок 12 вольт и 2 ампера. Его мощность составляет 24 ватта. Чтобы на выходе преобразователя получить 5 ампер, нужно понизить напряжение до 4,5 вольт. То есть, это мы 24 делим на 5, примерно получается 4,5 вольта. Если мы уменьшим напряжение еще сильнее, преобразователь более 5 ампер выдать не сможет и уйдет в защиту, ожидая снятия чрезмерной нагрузки. Таким образом организована защита от коротких замыканий. С напряжением такой фокус уже не пройдет. Если вы подадите на вход более 34 вольт, блок, скорее всего, просто загорит. Преобразователь выполнен по импульсной схеме. Регулировка параметров основана на широтно-импульсной модуляции. Сердце данного преобразователя микросхема XL4015E1. Есть про нее интересный факт. Это то, что, скорее всего, отдельно она будет стоить дороже, чем весь модуль целиком. Помимо данной схемы, на плате присутствует обвязка из дросселя и конденсаторов, клеммные колодки с подписанным входом и выходом, диод, который больше всего греется в этой схеме, а также многооборотные потенциометры. Есть отверстия для крепления платы через саморезы. Также есть три светодиода. Один из них – это индикатор работы прибора. Другой свидетельствует о том, что началось ограничение по току. А этот свидетельствует о наличии тока на выходе преобразователя. Данный потенциометр отвечает за регулировку напряжения. Он находится дальше от конденсатора. Потенциометр, который посередине, отвечает за регулировку тока. Данные потенциометры очень точные, многоборотные, от этого коварные. Зачастую у нашего брата не хватает терпения, чтобы выполнить нужное количество оборотов. Даже если этот человек знает, в какую сторону надо его крутить. Я люблю крутить трубку, чтобы он все равно маначал. Так вот, крутить их нужно против часовой стрелки и до посинения. Может потребоваться не один десяток оборотов, чтобы ваши 12 вольт на входе начали превращаться в 11 вольт на выходе. Еще важно помнить, что напряжение можно просто измерить вольтметром на выходах преобразователя. А для измерения тока потребуется подключить нагрузку, иначе будете наблюдать нули на амперметре. В одном случае из 50 бывает брак или поломка, при которых преобразователь действительно не реагирует на потенциометры. Но это один из 50 случаев. Если 5 штук подряд не работают, значит что-то делаете вы не так. Либо вам очень-очень введет. В крайнем положении данные потенциометры начинают чуть щелкать после каждого последующего оборота. Щелчок можно почувствовать через инструмент, которым производится вращение, или просто услышать. Если не щелкать при этом ничем другим. Номинал данных потенциометров 10 кОм. В другом ролике я расскажу про свой опыт изготовления лабораторных блоков питания на основе данной платы. Поскольку делаю я их не только себе, но и на продажу, накопился достаточный опыт. Есть, например, такой проводной вариант, где есть регулировка и по напряжению, и по току, и вольтамперметра. Сюда подключается любой блок питания. И чем выше будет его напряжение, тем больше вы получите диапазон работы. На выходе стандартный штекер 5.5 и крокодилы. Вот так вот примерно внутренности его выглядит. Есть беспроводная версия. Здесь стоят литий-ионные аккумуляторы, в данном случае 16,8 вольт. Можно поставить и 25, и еще выше. И у вас будет прибор, который запросто можно взять с собой куда угодно. Это уже не просто лабораторный блок питания, но и пауэрбанк. Сейчас мы подключим к нашему блоку питания лампу накаливания. Здесь у нас прибор. Этот светодиод говорит о том, что питание идет. Замерим напряжение на входе. 15 и 27 вольт. Замерим напряжение на выходе. 12 вольт. Это нормально для вот такой лампочки. Она будет достаточно ярко светиться и не перегорать. Теперь, когда мы подключили лампочку к нему, мы увидели, что пошло потребление тока, и у нас переключился светодиод. Раньше он говорил нам о том, что просто есть напряжение на блоке, а теперь он говорит, что этот блок выдает какой-то ток. Теперь мы уменьшаем ток. И вот в какой-то момент видим, что лампочка начинает гаснуть. То есть здесь уже мы ограничиваем не напряжением яркость горения лампы, а током. И опять же включился светодиод, который говорит нам о том, что работает функция ограничения по току. И лампочка от этого горит меньше. То есть этой лампочке нужно больше тока, чем на данный момент будет выдавать сейчас этот блок. Увеличим ток. Лампочка горит в полную силу. Ограничение по току у нас ушло. Сейчас собрана такая монструозная конструкция из двух мультиметров, понижайки и аккумулятора, который мы заряжаем. Сейчас у нас напряжение 3,56. На выходах выставлено 4,2 А. Заряд идет током 880 мА. Сейчас будет плавно увеличиваться напряжение, а ток будет постоянный. Когда у нас напряжение дойдет до 4,2, которые выставлены на данном аппарате, начнет уменьшаться ток. Когда он упадет до нуля, аккумулятор будет считаться заряженным и дальнейшего перезаряда не случится. Сейчас мы увеличим ток. Мы видим, что есть у нас ограничение потребления по току. Сейчас мы этот порог увеличим. Видим, как растет. Отдаваемый ток. Например, докрутим его до 1,5. Мы видим, что у нас пропало ограничение. Сейчас у нас по полной программе наш аккумулятор запитывается от источника. Все гораздо проще, когда у нас есть лабораторный блок питания, который основан на этом же понижающем модуле, есть вольт-амперметр и удобно вынесены крутилки тока и напряжения. На выходе у нас два крокодильчика. Напряжение выставлено 4,2, которое нужно для зарядки этих аккумуляторов. Видим, что пошел заряд. В аккумулятор пошел ток. Здесь мы можем увеличивать или уменьшать ток заряда. И все уже гораздо проще. Не надо париться с мультиметрами. Зарядка будет проходить по тому же принципу. Габариты понижающего модуля 52 на 26 и на 14 миллиметров. Вес 17 грамм. Есть разновидности и вариации данного преобразователя. Есть со встроенным экраном, отображающий текущий ток и напряжение. Есть варианты на черной плате. Китайцы именуют такие оригинал и просят больше денег. И есть более мощные и более компактные варианты понижающих преобразователей. Обращайтесь. Эти и другие товары вы можете приобрести в моем профиле Авито. Ссылка в описании. Также я добавил ссылку на Алиэкспресс. Поскольку цены я поддерживаю плюс-минус похожие, выбор между Алиэкспресс и моим профилем будет не так очевиден. Тем более, что доставка от Алиэкспресс занимает от 2 до 8 недель. А доставка с ДЭК или Авито до 1 недели. Более того, товар можно пощупать и проверить, так как есть самовывоз из Санкт-Петербурга. В моих профилях огромное количество товаров для электронщиков и тех, у кого уже, казалось бы, все есть. Там легко найти недорогой, оригинальный, а главное, очень полезный подарок для ваших близких. Отзывы на профиль говорят сами за себя. Я никогда не просил, чтобы их оставляли. Но испытываю большое удовольствие, когда получаю их. Так что решил попросить вас оценить данное видео и написать комментарий под видео. Вне зависимости, положительный или отрицательный. Я планирую выкладывать видео-описание на все товары, что у меня есть. Так что подписывайтесь, чтобы ничего не пропустить. Могу организовать поставку партий товаров из Китая по ценам существенно ниже, чем на Алиэкспресс. Работаю с заказами от 10 тысяч рублей. Срок доставки полтора месяца. Обращайтесь. Спасибо за просмотр и удачи. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова